Мои дорогие и любимые, самую лучшую, я Наталья Радонская, специалист по отношению мужчин и женщин. Если вы хотите попасть на мою платную консультацию, я работаю по всему миру онлайн, в вайбер, ватсап, скайп, то вы можете обратиться ко мне по контактам, которые указаны в конце этого видео, а также в описании внизу. Если вы в Киеве, то можем с вами встретиться лично и поговорить, я решу ваши проблемы, помогу. Сейчас я бы хотела обратиться к женщинам, рассказать о таких тонкостях мужской психологии. Мужчина, если вы смотрите, то вы поймете, о чем я, узнаете себя, возможно, в этих ситуациях. Итак, когда вы расстаетесь с мужчиной, переживаете, даже когда мужчина, мне многие женщины говорят, ой, он мне сам говорит, найди себе другого. И вы думаете, ой, все, меня не любят, я ему не нужна, все, я... Поймите, когда мужчина говорит, найди себе другого, да, он понимает, что с вами каши не сваришь. Все, это конец отношений и любви нет. Но поймите, любовь – это эмоция. И как любую эмоцию можно вызвать? Как можно вызвать эмоцию страха? Напугать человека, да? Как можно вызвать эмоцию сострадания? Рассказать какую-то жалостливую историю. А как можно вызвать эмоцию по имени любовь, по названию любовь? Ну вот такими разными методами я расскажу, как можно вызвать эмоцию. Вот если вам нужна такая эмоция, либо вы хотите просто, как говорится, отомстить мужчине, либо даже не отомстить, просто быть счастливой. Лучшая месть – это ваше собственное счастье, да? Так вот, когда мужчина говорит о том, что вот, найди себе другого, он не представляет, что что будет, если вы его найдете. И когда реально он поймет, что у вас есть, и все классно, то он просто может сойти с ума. Я вам предлагаю посмотреть отрывок из фильма «Жизнь одна». Там главный герой нашел себе уже другую женщину, уже все там, все серьезное. Жена его знала, они прожили 9 лет в браке. На секундочку, 9 лет, да? Но он понял, что отношения уже не то. И он даже нашел, вернее не нашел, даже попросил одного мужчину, чтобы он за ней поухаживал. Даже до такого дошло. А оказалось, что у нее с тем мужчиной, мужчины действительно завязали серьезные отношения, и к нему дошли слухи, что на протяжении 9 лет она, оказывается, ему изменяла. Но это было неправда, что она ему изменяла. Но просто, что сам факт, он как представил себе, что у нее, оказывается, был. Этого не было, но он был и сейчас есть. А в данном случае действительно так, правда было. То давайте посмотрим на его реакцию, как он отреагировал на все это. Слушаю. Привет. Здравствуй, Павлик. Ну, как ты там отдыхаешь, милая моя? Это правда? Правда? А ты о чем радостная? Я о том, что я рогоносец. Не знаю. Просил своей Кате. И не строй из себя невинную овечку. Я знаю, что ты мне изменяла. Все 9 лет ты мне изменяла, да? О, ты опять пьян, радость моя. Скоро пропьешь остатки ума. Я не радость твоя. Запомни. Не радость твоя. А? Я не отец. Имей в виду, если все это подтвердится. Я не знаю, что я сделаю. Я... Алло! Алло! Что случилось? Сколько можно повторять? Не смейте брать полотенце моей жены! Ну, почему это меня волнует? Почему это меня волнует? Что ты наделал? Идиот. Вы обратили внимание на то, как главная героиня с ним говорила? Радость моя. Да-да-да. То есть, вот так вы должны говорить. Если будете показывать мужчине негатив, вы сами будете раздражаться. Вас это будет мучить. А когда вы будете делать посыл другому человеку, радость моя, котик мой, мой родной, то человеку, мужчину это будет... То есть, он не сможет даже раздражаться. Он будет чувствовать себя виноватым, но в то же время он не будет понимать вообще, почему его к вам тянет. Почему, почему, почему. Я не призываю вас прям вот возвращать его, если вы хотите. Я призываю вас быть счастливой и чувствовать себя женщиной с большой буквы. Ведь женщина может быть счастливой тогда, когда у нее есть настоящий мужчина, который ее оберегает, охраняет, помогает. Когда окружает ее всем, готов мир перед ее ногами положить. Вот это и называется настоящая любовь, настоящее отношение, когда женщина счастлива. Потому что главное качество женщины это мудрость. Вовремя где-то вот чего-то промолчать, вовремя что-то сказать. А у мужчины главное качество это тыл. Вот когда мужчина обеспечит женщине, это тыл. Все. С этим мужчиной нужно быть. Желаю вам познакомиться с таким мужчиной. А если он у вас есть, берегите. С вами была ваша Наташа.